Здравствуйте, дорогие любители интеллектуальных игр. Меня часто просят рассказать о дебютных ловушках китайских шахмат сянцы. Дело в том, что в китайских сянцы, как и в японских сёги, плотность огня в начальной стадии партии гораздо ниже, чем в европейских шахматах, потому что доска просторнее, а игровой материал все-таки слабее. Поэтому основная часть дебютных ловушек возникает где-то на втором десятке ходов и не носит такой же форсированный характер, как в обычных шахматах. И тем не менее, в сянцы уже на первых ходах можно поставить в тупик даже опытного соперника, потому что мы можем применить пускай и некорректные, но очень мало распространенные жертвы фигур, правильно реагировать на которые умеют далеко не все. И в этом ролике мы рассмотрим ловушки от дебюта речной пушки. Профессионалы так никогда не играют, но в китайской базе партии вы найдете ряд игр, начинающихся этим ходом. Этот ход является составляющей многих дебютных схем и называется еще зондирующая пушка, так как пушка готова своим рентгеновским взглядом проникнуть глубоко внутрь позиции соперника. Например, напасть на его ладью или дать шаг черному королю, либо побеспокоить черных слонов. Однако эти нападения должны иметь какую-то конкретную цель, например, выигрыш материала. Если вы хотите просто попугать соперника подобным образом, то такая игра называется стрелять пушкой по комарам. И это признак игры начинающего, совсем слабого игрока. Итак, черные отвечают центральной пушкой и мы жертвуем фигуру уже на втором ходу. Данный дебют называется отважным дьяволом, либо смертельной пушкой. Черные, конечно, берут. Мы защищаем центральную пешку конем и сужаем жизненное пространство черной пушки, которую теперь грозим просто выловить ходом ладьи. Черные спасают свою пушку, но теперь все равно красные нападают. После взятия центральной пешки у черных не только лишняя фигура, но еще и пушка-головорез, как называют китайцы открытую пушку. То есть и материальное, и позиционное преимущество. Но у красных есть несколько замечательных ходов. Шах. Зондирующая пушка в действии. И второй ход. Блокируем черного коня. Но главная угроза выловить черную ладью, опять же, с помощью зондирующей пушки. Черные должны с этим что-то делать. Мы нападаем на черную пушку с темпом. Все фигуры красных, кроме левой ладьи, развиты. Но теперь и ладья вступает в бой. Что же мы получили за пожертвованную фигуру? Огромный перевес в развитии. Черные пытаются разблокировать свой фланг. Но красные уходят на пушечный ряд и препятствуют нормальному развитию черных фигур. Например, ни один черный конь сейчас не может пойти к центру, в обычную позицию. Поэтому конь идет на фланг. Нападение на пушку. Допустим, черные захотели проявить активность. Нападаем еще раз. И не защищаем своего коня. Черные уводят коня, чтобы освободить пункт для хода своим слоном. Иначе им грозит железный болт. Ну, допустим, если сейчас красные сдвигают короля с идеей мата, то слон уходит. Однако красные заходят другой фигурой на железный болт. Черные перекрываются. Потому что теперь отход слоном ничего не решал. Красные настаивают на матовой технике железный болт и все-таки пробивают оборону черных. Теперь, если красные возьмут слона пушкой, то они потеряют ладью. Поэтому слона надо брать именно ладьей. Черные пробуют разменяться, но красные уничтожают центральную пешку черных. И теперь грозит простая матовая техника – коронация. Непонятно, как от нее спасаться, потому что на любой ход мы просто забираем советника с двойным шахом и матом. От этого нет защиты. Давайте вернемся к одиннадцатому ходу красных и попробуем другой ход пушкой. Тогда красные снова блокируют левый фланг черных. И отъедают блокированного коня. В этот раз дело не заканчивается матом, но красные пристали к центральной пешке черных. К тому же, если черные будут неаккуратно защищаться, то есть заход за их левым слоном. У красных несомненный перевес. Ну а теперь, как в том романе «Мастер и Маргарита», мы покажем не только фокусы, но и их разоблачение. Итак, если вы хотите получить с черными наверняка очень хорошую позицию, не надо брать этого коня и идти на полуфорсированные варианты. Достаточно двинуть центральную пешку. Если красные защитят коня, двиньте пешку еще раз. И в этой позиции не надо забирать коня красных, а просто сделайте развивающий ход. Теперь красные вынуждены увести коня на пассивную позицию. Ну, конечно, ошибкой будет такой ход, так называемая голова тигра, потому что пешка отходит с шахом, пушка дает шах и конь забирается. В данной позиции у черных хорошее развитие и супер мощная пешка по центральной линии за рекой, которая сковывает все фигуры красных. Ее так просто съесть не получится, потому что, ну, черные просто поднимают коня, защищают пешку и имеют очень серьезную атаку по центру. Давайте рассмотрим еще один вариант данного ловушечного дебюта. Допустим, после того, как красные подняли правого коня, черные захотят спасти пушку иным образом. И пойдут вот так. Ну, тогда красные делают достаточно смелый ход. Теперь грозит отпрыгивание пушкой, например. Так, шах. И мы сбиваем черную пушку следующим ходом. Поэтому черные решают перекрыть центральную линию. Тогда идет нападение на ладью. Размен ладей. И у красных все в порядке. Конечно, они скоро отыграют фигуру, а атака останется. Конечно, вместо того, чтобы поднимать короля, можно было опустить слона. Но тогда мы даем шах. Нападаем на коня. И готовим атаку по аддонному ряду. Черный король поднимается. И ладья заходит с другой стороны. И теперь пушка черных легко отыгрывается, которая застряла в углу и у красных перевес. Кстати, если бы вместо взятия коня черные подняли ладью, то позиция была бы примерно равная. Еще я хотел бы отметить, что эта ловушка является универсальной. Как бы черные не пошли первым ходом. В нашем варианте они ходили правой пушкой. Но, допустим, если они пойдут левой пушкой, то мы получаем зеркальное отражение позиции. Потому что перемещаем на фланг не нижнюю, а верхнюю пушку, добиваясь полной симметрии. А если черные ходят как-нибудь иначе, например, пешкой, то мы все равно жертвуем пушку. И теперь просто включаем один дополнительный ход в данный вариант. Нападаем на пушку ладьей. Опять поднимаем коня. И чтобы спасти пушку, черные обычно нападают по центру. Теперь вам эта позиция знакома. Опять нападаем на пушку ладьей. И получаем знакомую позицию только с включением одного лишнего хода. И так далее. Однако, кроме отважного дьявола или смертельной пушки, есть еще одна ловушка от речной пушки, более мягкая. В этом варианте мы не отдаем фигуру, а устанавливаем контроль над ребром, отдавая центральную пешку. Конечно, черные соблазнились. Тогда мы получаем темп. Черные отходят. Получаем еще один темп. Черные увидели возможность вскрытого шаха. Но красные не препятствуют. Вот он, гамбитный вариант. Опять блокируем левого коня черных. Черные дают вскрытый шах, одновременно нападая на ладью красных. Это пушечное отпрыгивание. В общем-то, в этой позиции у красных все нормально. Им нужно пойти в центр пушкой. И черные вынуждены поменять эту надоедливую ладью. Эта позиция абсолютно равна. Вы сбили своего соперника с дебютной книги, получили равенство и теперь можете играть на голове. Почему же в этой позиции черные поменяли ладью, а не побили ладью красных? Все очень просто. Потому что в ответ на этот ход зондирующая пушка красных залавливает ладью черных. Ну и у красных очень большой перевес. Вот тут можно выиграть, если черные соблазнятся ладьей. Но вы можете видеть, что теперь нет защитного хода черной пушкой на край, потому что красная пушка связывает фигуры по центру. Но и это еще не все. Здесь вместо естественного хода по центру, который в лучшем случае ведет для черных к уравнению, у красных есть ловушечный ход с слоном. Конечно, теперь черные бьют ладью, но красные нападают на слона с угрозой вилки, на короля и ладью. Допустим, черные испугались. Тогда шах. Взбиваем коня с угрозой детонации. Ну, например, делаем любой ход. И тут, видите, идет детонация. Поэтому черные испугались и убегают королем с донного ряда. Тогда красные отрезают короля по горловому ряду. Если черные опять испугались, то идет шах, шах и мат. Вот такая интересная ловушка. Ну, конечно, здесь черные сделали очень много ошибочных ходов. Например, вместо хода ладьей лучше отдать пушку и просто вернуть красным выигранный материал. Черные возвращают материал, но у них лишняя пешка, у них очень сильная пушка по донному ряду. И у них более удачная комбинация фигур. Ладья, конь и пушка против ладьи и двух коней. В данном случае пара конь и пушка, конечно, удачнее. Вкупе с лишней пешкой это предрешит исход партии. Кстати говоря, даже в основном ловушечном варианте с поднятой ладьей черные все равно получают выигранную позицию, если не дергаются королем, а хладнокровно переводят свою ладью на ребро. Теперь на какой-либо вскрытый шаг они просто опускают советника, он защищен, и черным нечего бояться. В любом случае постарайтесь попробовать эти варианты на серверах. Если вы будете играть красными, то никто вам не сможет в этом помешать. И напишите в комментариях о своем опыте. А также напишите, хотелось бы вам изучить другие ловушки китайских шахмат-санцы. На сегодня все. Всего доброго.